Верхнюю планку призывного возраста в стране подняли с 27 до 30 лет. Новые правила коснутся тех молодых людей, кому 27 только должно исполниться в этом году. Нижнюю планку призыва поднимать не стали, она осталась на уровне 18 лет. В Госдуме объяснили это тем, что большое количество парней хотят служить именно совершеннолетия. Еще одно повышение. Первоначальный взнос по ипотеке господдержка теперь составляет не 20, а 30 процентов. Кроме того, жителям ограничат количество кредитов по льготной ипотеке для покупки первичного жилья до одного. Такими мерами государство намерено охладить рынок жилья. Сейчас оно обеспокоено количеством слишком закредитованных ипотечных заемщиков. Материнский капитал теперь получают лишь те родители, которые к моменту рождения ребенка уже являлись российскими гражданами. А родители детей-инвалидов смогут рассчитывать на выплату по уходу за ребенком даже при официальном трудоустройстве. Новая норма коснется тех, кто работает неполный день, дистанционно, на дому, по договорам самозанятых и предпринимателей. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей. С 1 января вырос предельный размер социального налогового вычета. Если речь идет о лечении, покупке лекарств и собственном обучении, лимит вырос со 120 до 150 тысяч рублей. Если об образовании ребенка с 50 до 110 тысяч, более чем в два раза. Это значит, что максимальный размер суммы, которую жители могут вернуть за год, составит 19,5 тысяч рублей на лечение и свое образование и больше 14 тысяч рублей на обучение ребенка. На 12 процентов вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей. Это самая массовая категория транспортных средств. Известно, что дороже всего техосмотр обойдется для жителей Чукотки. Меньше всего изменения затронут жители Волгоградской и Кемеровской областей. Анастасия Дороган, День с толком.